Добрый вечер! В эфире телеканала Кубань 24. Время новостей. В студии Наталья Клещева. Расскажем о главном к этой минуте. Праздник обернулся кровавой трагедией под Новороссийском. 17-летнего подростка подозревают в совершении двойного убийства. Сегодня стали известны подробности разборки, в которой погибли двое мужчин. Александр Тюкаев с местопроисшествия. Трагедия произошла в этом доме по улице Юбилейной. По данным следствия, сюда к одному из двух братьев отметить 8 марта приехала женщина из Славянского района. Здесь она была частой, а главное желанной гостей. Не обошлось торжество и без алкоголя. Застолье грубо прервал приехавший за своей женой муж и их 17-летний сын. Между ними произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние вместе с отцом стали причинять телесные повреждения мужчинам, после чего подросток взял нож и также нанес множественные ранения в область шеи и других частей тела обоим мужчинам. От полученных повреждений они скончались на месте. А вот по словам матери погибших, которая в момент убийства находилась в той же комнате, женщина из Славянска приехала к ее младшему сыну за несколько дней до праздника. Она бежала от мужа, недавно вернувшегося из тюрьмы. Он бил жену. Драла оттуда босиком, ее это избил, смотрю, да, у нее на голове там такие, эти, говорят, чашки вот этой, ну как ее, фарфоровая чашка такая, говорит, чайная. И вот он ее разотрык, как суев, мог бы убить. Однако через несколько дней ревнивый супруг выяснил, где прячется беглянка и приехал за ней. В помощники взял своего несовершеннолетнего сына. Тот этого бьет ногами там и всем, а тот ножом. Он ему и по шее, наверное, у него нигде никакого места не осталось, чтобы было не пробито ножом. Кровь это брызгает, все. Потрогал мертвые обои, говорят, ну давайте бабку что-то докончим и да. А я уже мне было все равно, думаю, я насмотрелась, думаю, ну убьют, убьют, только так, думаю, по голове уже пусть, чтобы сразу не больно было, как Юрку убить. По словам пожилой женщины, нож, которым зарезали ее детей, висел на поясе у парня. Пока учинившие расправу искали беглянку, чудом уцелевшая женщина выскочила из дома и побежала за помощью к соседям. Оттуда и вызвала полицию. Шок был, что не может быть. Мы даже не верили перед тем, можем, ранили туда-сюда, драка была. А потом утром уже знали, что уже убили обоих. Юноша уже задержан, против него возбудили уголовное дело. За двойное убийство парню грозит серьезный тюремный срок. Кроме того, следователи выясняют степень причастности отца мальчика к кровавой расправе. После того, как проверка закончится, против него также могут возбудить уголовное дело. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, Кубань-24, Ленинский путь, Новороссийск. По факту поножовщины сегодня завела уголовное дело и полиция Краснодара. Инцидент произошел у входа в торгово-развлекательный комплекс СБС Мегамол в ночь на 8 марта. Тогда две компании молодых людей решили выяснить отношения. Словесная перепалка переросла в потасовку. После вход пошло холодное оружие. В итоге два парня 19 и 23 лет получили ножевые ранения. Один из участников драки до сих пор в больнице. Второй сейчас лечится дома. Правоохранители выясняют имена всех, кто участвовал в конфликте. Уголовное дело заведено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Пожар в строящемся здании в Кореновске на территории центральной районной больницы. Сегодня днем там вспыхнул цокольный этаж. Площадь возгорания 120 квадратных метров. Огонь тушили более 60 человек и 18 единиц техники. Чтобы полностью ликвидировать пожар, им понадобилось полтора часа. Никто не пострадал. Сейчас сотрудники МЧС пытаются установить причину пожара. А в Краснодаре брендмейстеры тушили пожар на скорость. На специализированном полигоне прошли соревнования. В них приняли участие спасатели из всех пожарных частей края. Состязались в два этапа. Первый для подразделений, в арсенале которых есть автолестницы, высотой более 50 метров. Тушить выдуманный пожар им пришлось с самой верхней ступени. Во втором этапе за звание лучшего пожарного Кубани боролись спасатели, для которых предельная высота 30 метров. Но им необходимо было не только укоротить огонь с высоты, но и спасти пострадавшего. Передвигаться в здании разрешалось только в полном амбудировании. В противогазах и с кислородными баллонами за спиной. Пострадавший на самом верхнем этаже это манекен, но весит он, как взрослый мужчина, более 70 килограммов. Из горящего здания его эвакуируют по воздуху. Эти соревнования проходят в Краснодаре каждый год. И главная задача их повысить профессионализм пожарных расчетов и проверить физическую подготовку спасателей. Нужна хорошая физическая подготовка, так как упражнения проводятся с тяжелыми манекенами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания. И для этого надо быть хорошо физически. По итогам соревнований безоговорочную победу одержали спасатели Краснодарской пожарной части. Именно они теперь представят Кубань на соревнованиях Южного федерального округа. До выходных не стоит планировать вылазки в горы. Как предупреждают спасатели, на высоте более 2000 метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасность для сочинцев и гостей курорта. Сход лавин возможен и на более низких отметках Кавказского хребта. Поэтому отдыхающим и экстремалам лучше не планировать отдых в этих местах, сообщают в администрации города. Кстати, сегодня природа подарила жителям всего края теплый весенний день, а завтра погоду испортят осадки. Кратковременные дожди пройдут практически по всей Кубани и температура воздуха существенно не изменится. Но подробный прогноз, как всегда после выпуска фактов, дождитесь. Министром социального развития и семейной политики Кубани назначена Надежда Губриева. Руководителя ведомства представила коллективу вице-губернатор края Галина Золина. Она рассказала, что Надежда Губриева зарекомендовала себя в работе как ответственный и принципиальный человек. Галина Золина также отметила, что работа в социальной службе это большой труд и колоссальные возможности для помощи людям. За последние годы в структуре социальной защиты населения произошли серьезные изменения. Ведомство реализует 12 краевых и федеральных программ в сфере социальной и семейной политики. Более полутора миллиона кубанцев находятся на соцобслуживании в учреждениях министерства. Объемы выполняются огромные, но еще очень многое предстоит сделать. Работаем мы не просто с населением, а работаем с каждым непосредственно человеком, с каждой его проблемой. И рассматриваются не просто общие глобальные проблемы, да, они должны быть, но работая с каждым человеком и принося ему пользу, вот из этих кирпичей складывается тот объем работы, который должен принести общую пользу. Надежда Губриева окончила Пятигорскую фармацевтическую академию, после чего там же преподавала на кафедре экспериментальной медицины. Карьеру на Кубани она начала провизором в аптечной сети. В 2000 году Надежда Губриева возглавила краевое аптечное управление, а в 2012 заняла должность первого заместителя главы краевого Минздрава. Возврата к государственному регулированию цен не будет. Об этом сегодня заявил премьер России Дмитрий Медведев на совещании по взаимодействию торговых сетей с сельхозпроизводителями. Также глава кабинета министров добавил, что существуют современные инструменты, с помощью которых можно менять правила работы на продовольственном рынке. И основной их задачей является развитие конкуренции. Между тем, накануне в Госдуме был внесен законопроект о возможности регулирования оптовых цен. Если новые предложения все же будут утверждены, правительство сможет влиять на оптовую стоимость товаров в первой необходимости. Напомню, на сегодняшний день существует возможность устанавливать предельно допустимые цены только в розничной продаже сроком на 90 дней. И только в том случае, если за месяц они выросли более чем на 30 процентов. Высшим чиновникам края урежут зарплаты. Такое решение принял губернатор Кубани Александр Ткачев. Об этом он сообщил в своем микроблоге. Зарплаты на 10 процентов сократят всем руководителям органов исполнительной власти края, написал глава региона, отметив, что изменения коснутся и его ежемесячных доходов. Принял решение на 10 процентов сократить зарплаты руководящего состава исполнительной власти края, вице-губернаторов и министров, в том числе и свою. Коллеги это предложение поддержали. Поручил юристам оформить все в соответствии с законодательством. Рекомендую проработать соответствующие решения и главам муниципалитетов. Времена сейчас сложные и мера эта необходимая. Также губернатор напомнил, что в прошлом году уже сокращали фонд оплаты труда чиновникам и расходы на командировки. Уменьшился тогда на 5 процентов и штат сотрудников администрации. Такая оптимизация расходов дает возможность в этом году сэкономить 215 миллионов рублей. А благодаря сокращению на материально-техническое обеспечение чиновников траты снизились более чем на 130 миллионов. Кубань готова и дальше развивать деловые отношения с Турцией. Об этом сегодня говорили в администрации края. Там прошла встреча вице-губернатора региона Ивана Перонко с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в России. Они обсудили важнейшее направление сотрудничества. Сегодня эта страна является главным внешним торговым партнером Краснодарского края, отметил заместитель губернатора. В прошлом году товарооборот между Кубанью и Турцией увеличился почти на 15 процентов и составил около 2,5 миллиардов долларов. Это один из лучших показателей в стране, отметил Перонко. Сегодня на территории края зарегистрировано около 50 предприятий с турецким капиталом в различных сферах деятельности. У нас, в общем-то, с Турецкой Республикой есть целый ряд моментов, где мы можем сотрудничать. Это, прежде всего, конечно, в сельском хозяйстве. Сейчас активно решаются вопросы импортозамещения, и мы с турецкой стороной будем обсуждать в том числе и эти проблемы. Ну и, конечно, очень много связано с семеноводством. Я уверен, что сегодняшняя встреча даст новый импульс в развитии экономического, социального и культурного сотрудничества между Краснодарским краем и Республикой Турции. Инициатором этой встречи выступила турецкая сторона. Новый посол Умит Ердым хотел познакомиться с руководством края и обсудить дальнейшие перспективы отношений. Мы сейчас с вами находимся в очень важном периоде российско-турецких отношений. Хочу сказать, что наши отношения динамично развиваются во всех сферах и выходят на новый уровень. Вы говорили о некоторых статистических данных. Так вот, для их увеличения мы должны работать вместе, и таким образом наши отношения будут развиваться. В завершении участники встречи сфотографировались на память и обменялись сувенирами. Новая экономическая ситуация отражается на всех сферах, в том числе и на строительстве. После ажиотажа в декабре сейчас на рынке недвижимости наблюдается спад. Но новые дома продолжают возводить, а фирмы ищут решение, чтобы привлечь клиентов. Но есть и не совсем честные застройщики. О том, как пройти через кризис без потерь, расскажет Александра Матвеева. Весной в этот дом должны были въехать счастливые новоселы. Однако теперь на год задержатся строители. Владельцы квартир в доме получили от застройщика Кубаньград Инвестстрой уведомление об изменениях в проекте. Людям предложили на год продлить договоры. Устроило это не всех. Уроженец Невиномыска Максим учится в Краснодаре. Однушку здесь ему купили родители. В апреле планировал въехать в собственную квартиру. Задержка на год это еще 12 месяцев платить за всемное жилье. Как все это будет, не знаю. Придется, наверное, искать подработку какую-то. Свое возмущение дольщики выплеснули в интернет. Многих возмутило поведение застройщика. Несогласных с переносом сроков уведомили об одностороннем разрыве договора. Напуганные люди обратились к юристам. Все объяснили, по закону расторгнуть договор можно лишь в случае, если дольщик неоднократно задерживал платежи. Договор считается заключенным на тех же условиях. И с момента ранее установленного срока передачи объекта недвижимости участнику строительства у него возникает право на расчет неустойки. И на истребование неустойки со стороны застройщика, перенесшего срок исполнения обязательства. В Кубаньград инвеструя от комментариев отказались. Впрочем, в нынешние непростые времена застройщики нередко пугают дольщиков переносом сроков. Причины разные. То поставщик с материалами подведет, то муниципальные власти вносят коррективы в проектную документацию. Многие девелоперы стремятся компенсировать задержку различными акциями. По первому кварталу 2015 года видно, что произошло значительное снижение сделок на рынке жилья. Как эта динамика будет развиваться дальше? Ведь на рынке произошло повышение стоимости квадратного метра. Я предполагаю, что ряд застройщиков будет проводить определенные акции, определенные скидки на квадратные метры для того, чтобы реализовывать построенное жилье или уже строющееся. Застройщики уже сейчас подстраиваются под нынешнюю экономическую ситуацию. В условиях, когда многие банки сократили число одобренных ипотек, рассрочка становится для многих реальным решением вопроса. Лицо должно обратить внимание на условия договора долевого участия о порядке выплат. Если его это устраивает, если он соразмерно понимает, что эти денежные средства ему по силам, соответственно проблем никаких не возникнет. При этом компании могут пойти навстречу клиенту, даже если у него появились сложности с выплатой рассрочки. На оставшуюся сумму долга можно оформить ипотеку или даже пересмотреть условия договора. Если раньше первоначальный взнос составлял 70% без удорожания, то на сегодняшний день мы готовы принять первоначальный взнос в размере 50% и в течение 6 месяцев человек будет оплачивать оставшуюся сумму без удорожания. Вообще минимальный взнос рассрочки составляет 30% от стоимости квартиры. Как отразится новая экономическая реальность на сфере строительства, пока можно только предполагать, неизменным остается одно. Чтобы не пожалеть о бесцельно потраченных средствах, нужно внимательно выбирать фирму застройщика. А вот на ситуацию с домами Кубань, Град, Инвестстрой обратили внимание надзорные органы. И если в апреле этого года дольщики не получат новые квартиры, то они могут по крайней мере рассчитывать на законное решение конфликта. Александра Матвеева, Евгения Сокмаркина, Нила Ракша, Артур Завада и Денис Акулов. Кубань, 24, Краснодар. Новые выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться в Краснодаре. Соответствующую разметку планируют нанести в Комсомольском микрорайоне по улице Тюляева и в Юбилейном по проспекту Чекистов. Предполагается, что по крайней правой полосе этих улиц будут двигаться только автобусы с троллейбусами и маршрутные такси. Сейчас проекты схем движения вынесли на общественное обсуждение. Высказать мнение автомобилисты и пассажиры могут на сайте городской администрации. Напомню, последняя попытка ввести выделенную полосу вызвала большой резонанс в городе. В октябре прошлого года разметку нанесли на Северный. После этого средняя скорость на улице упала до 16 км в час. И машинам приходилось часами стоять в пробке. В результате от идеи отказались. Но в мэрии эксперимент провальным не считают. Эксперимент по улице Северной послужил толчком к реализации действий со стороны администрации города. Администрация края активно включилась в этот процесс. Сейчас запрос пошли федеральному органу власти о выделении дополнительных денежных средств и обустройство трех дополнительных переездов через железную дорогу. То есть надземных путепроводов, которые будут соединять восточную и западную часть города. Еще одна выделенная полоса для общественного транспорта может появиться на улице 1 мая. Этот проект начнут обсуждать во втором полугодии. Но прежде чем менять схему движения, подчеркнули в мэрии, в районе краевой клинической больницы нужно решить проблему с парковками. В плане предусмотрено создание новых мест для бесплатной стоянки автомобилей. Доказать, что машину эвакуировали незаконно, возможно. Причем помочь в этом обязаны именно те, кто увез ее на штрафстоянку. По правилам они должны фиксировать весь процесс погрузки на видеорегистратор. Такими устройствами в Краснодаре оснащены все автомобили-эвакуаторы. Можно обратиться в выполномоченную организацию и посмотреть, если вашу машину эвакуировали, значит, на каком основании, есть ли материал, который зафиксировал эту эвакуацию, видеоматериал, и ознакомиться с этим видеоматериалом. А я думаю, что на этом видеоматериале, ну, там и будет показано. То есть сотрудник ДПСБ присутствовал или не присутствовал, как вел себя сам сотрудник уполномоченной организации службы эвакуации. То есть разобраться в этом можно. С этой записью можно обратиться в суд и отстоять свои права. Правда, затягивать с разбирательством не стоит. Видео эвакуации хранится не больше трех месяцев. И еще новость для автомобилистов. Курение за рулем предлагают запретить. Российский союз молодежи обратился в Госдуму с просьбой инициировать такую поправку в законодательство. По мнению активистов, это должно помочь снизить количество ДТП. В молодежном движении считают, что сигареты во время поездки мешают не меньше, чем разговоры по телефону, за которые правилами предусмотрен штраф до полутора тысяч рублей. Как эту идею оценивают законодатели, пока неизвестно. Решили проблему безопасности движения, но лишили придорожных торговцев клиентов. В поселке Ахтырском Абинского района предметом недовольства предпринимателей стал забор. Его установили дорожные службы, чтобы защитить пешеходов от машин, несущихся по трассе. Также здесь построили надземный переход и остановку. Почему эти необходимые объекты пришли не ко двору жителям поселка, выяснила Александра Писаренко. Вы видели, хоть одна машина сюда заехала, все проезжают мимо. Отгородить нельзя торговать. В поселке Ахтырском Абинского района высокий забор отделил придорожные кафе и магазины от федеральной трассы. Прямо напротив торговых точек выросло не только ограждение, но и пешеходный переход, и даже автобусная остановка. Теперь торговый бизнес и клиенты оказались буквально по разные стороны баррикад. Проблема в том, что нам не нравится, как нам сделали реконструкцию трассы. Нам не сделали подъездных путей, парковок, знаки все вот у нас стоят, остановка запрещена. К нам не подъезжают клиенты, которые у нас тут 10 лет, на протяжении 10 лет питались. Почему о наших людях, почему об инвалидах не подумали? Кнопки мы, значит, сделали, которые инвалиды. Вот эти пантусы для кого мы сделали? Как сюда инвалид подъезжает? Как говорят жители поселка, придорожный бизнес по обе стороны от федеральной трассы кормит около 80 семей. Работы другой здесь нет, уверяют предприниматели, и вся жизнь сосредоточена вокруг этой автострады. Легальную торговлю жители глубинки разворачивают и в придорожных павильонах, которые каждым летом вырастают на пути к морю вместе с садовой клубникой. Вот такой свободный подъезд к торговым точкам, как на этой ярмарке, и требуют предприниматели поселка Ахтырский. Здесь светофор гарантирует быстрый выезд, никаких знаков, запрещающих парковку, а вывеска хорошо видна с трассы. Только эту ярмарку построила администрация, а придорожные магазинчики в поселке Ахтырском – частные. Вот и не сходятся у властей предпринимателей точки зрения на придорожную торговлю. Территории, прилегающие к федеральным трассам, находятся в виде недорожного управления. Его специалисты аргументируют строительство перехода, а как следствие перенос остановки и монтаж забора – требованиями безопасности. За период с 2009 года по 2013 год было совершено большое количество наездных пешеходов, при которых шесть участников погибли. В связи с этим было принято решение в месте концентрации ДТП построить на отземный пешеходный переход. На этом участие ведомства в судьбе придорожных территорий закончено. По мнению администрации, нужно разработать оптимальный проект, который устроил бы все стороны конфликта, зафиксировать его на бумаге, а дальше решить вопрос с финансированием. Реализация проектных решений возможна как и предпринимателями, так и муниципалитетом, в зависимости от того, чья территория находится в чём видении. То есть прилегающая территория к объектам торговли должна обустраиваться предпринимателям. Если есть муниципальные земли, то эти муниципальные земли должны обустраиваться соответствующими органами местного самоуправления. Первый шаг в решении любого конфликта – сесть за стол переговоров. А пока диалог ограничивается многочисленными письмами предпринимателей к представителям всей вертикали власти и ответными визитами администрации. Уже через пару месяцев автомобильный поток со всей страны устремится по этой трассе к морю. Что осядет в карманах придорожных предпринимателей? Деньги проезжающих туристов или только клубы выхлопных газов? До сих пор остаётся загадкой. Александра Писаренко, Игорь Зинаревский, Кубань-24, Абинский район. Балконы для самоубийц. В интернете появились фотографии необычного многоквартирного дома в Сочи. На фото изображены двери балконов, выходящие, что называется, прямо на улицу. Пользователи в сети даже затеяли спор, как живётся людям в таких экстремальных условиях. Наша съёмочная группа отправилась на улицу Петрозаводскую, чтобы разобраться в ситуации. Оказалось, что пластиковые двери вовсе не двери, а окна. И выходят они не из комнат, а из общей кухни и коридоров общежития. По задумке неизвестного архитектора, таким дом в районе Чайсовхоза построили ещё в 1977 году. Только тогда окна были облицованы деревом и особого внимания не привлекали. А на балконы стали похожи после ремонта. Город ремонтировал перед Олимпиадой, привели в порядок и поменяли окна. Сейчас они стали беленькие и похожи на балконы. С кухни именно. Там балконов не было. Это была просто дверь, которая для проветривания была или для чего-нибудь. Развешивать бельё и дышать воздухом люди выходят на другую сторону дома. Так называемые лоджии есть почти в каждой комнате. В общежитии много семей с детьми и, что касается опасных окон дверей, то почти все они завалены изнутри, обнесены железными ограждениями или наглухо закрыты. На памяти нынешних жильцов из кухни на улицу никто вниз не шагал, но в 80-е несчастные случаи всё же случались. По словам жителей, да, люди падали, дети. Пока что вот у нас недавно нам меняли окна, слава богу, на кухне, в коридорах. И вот-вот-вот пока дети ещё не падали. Некоторые окна всё же распахнуты и не заграждены. Но так, говорят жильцы, они спасаются от жары, когда детей нет поблизости. И шутят. Перепутать взрослому окно с дверью балкона можно только будучи изрядно пьяным. С необычным дизайном они давно свыклись и ничего особенного в своём доме не видят. Причины осушения Карасумских озёр в Пашковском микрорайоне установила прокуратура. После исследования дна независимыми водолазами выяснилось, что кто-то открыл сливной затвор гидросооружения. Он был поднят на 35 сантиметров. Так ежесекундно около 5 кубометров воды перетекали из этого озера в другие. А уровень воды в этом резервуаре не поднимался даже, несмотря на подкачку от насосной станции. Отмечу, что ранее в ходе проводимой проверки водолазы службы спасения не смогли выявить причины утечки воды. На этот раз прокуратура привлекла специалистов, которые устранили течь. Путём осуществлённых работ удалось добиться того, что затворный механизм теперь находится в должном уровне, то есть в закрытом уровне. Перетечка воды между озёрами в настоящее время сейчас отсутствует. Насосная станция работает в штатном режиме. Уровень воды повышается с каждым днём. Злоумышленников, которые открыли сливной затвор, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сейчас этих людей разыскивает полиция, а прокуратура продолжает следить за состоянием Карасунских озёр. Книги, пластиковые бутылки, картон и пакеты. Такая гора мусора появилась в центре Анапы. Таким образом, школьники и студенты решили привлечь внимание жителей города к проблемам экологии и сохранению зелёных насаждений. К акции «Собери мусор, спаси планету» присоединились учащиеся не только курортного города, но также их сверстники из 40 регионов. Федеральный детский центр «Смена» собрал добровольцев со всей России. Все они победители разных экологических проектов. Горожане с удовольствием приносили старые книги, картон, пластиковые бутылки. В этот день активисты собрали 250 килограммов макулатуры. Мы собирали бумагу, старые журналы, книжки, пластиковые бутылки, чтобы сохранить как можно больше деревьев. Все, кто приносил макулатуру, получали маленькие сувениры. А победителей, тех, кто внёс самый большой вклад, определят чуть позже. Они смогут посетить завод и своими глазами увидеть переработку вторсырья. Воздушные уроки физики. В Краснодаре директор школы номер 11 Прикубанского округа занималась мошенничеством на рабочем месте. По данным прокуратуры, педагог почти два года вносила в классные журналы ложные сведения о якобы проведенных ей уроках, которых на самом деле не было. Ставила в классные журналы отметки о проведении уроков физики. За это она получила в общей сложности порядка 290 тысяч рублей. Тем самым ввела в заблуждение департамент образования города Краснодара и на указанную сумму причинила ущерб бюджету города. Против директора школы возбуждено уголовное дело. Младая женщина может угодить за решетку на 6 лет. Ежедневно они спасают сотни жизней, избавляя регион от наркотиков. Только за прошлый год сотрудники госнаркоконтроля изъяли почти 700 килограммов запрещенных веществ. Сегодня специалисты этого ведомства отмечают профессиональный праздник. Наша съемочная группа съездила к весьма необычному сотруднику немецкой овчарки по имени Рэй. Андрей Секретарев расскажет, как служит пес и что ждет его на пенсии. Управление наркоконтроля, простите. Ежедневно на телефон доверия наркоконтроля поступают десятки звонков. Часть из них ложные, а некоторые вызовы помогают найти целые группировки наркоторговцев. Последние иногда проявляют недюжую смекалку и прячут запрещенные вещества там, где обычный человек их никогда бы не нашел. И тут на помощь приходят лучшие друзья человека – собаки. Были закатаны такие бочки пластиковые, закопанные до достаточно глубины земли, с поверхности, его так визуально было очень сложно найти. Ну, собака своим носом, как говорится, чуткостью, тоже так же поведением показала нам. И, соответственно, с оперативниками это вещество было изъято оттуда. У Евгения в напарниках немецкая овчарка Рэй. Он-то и нашел те бочки. А еще охранял границы Кубани перед Олимпийскими играми в Сочи. Благодаря этому псу удалось найти крупную партию наркотиков, которые преступники хотели провести в регион. С наркоторговцами Рэй борется уже 7 лет и все это время живет по строгому расписанию. Ранний подъем и ежедневные изнуряющие тренировки. Попасть на такую службу может далеко не каждая собака. Чаще всего в ряды наркополицейских берут спаниелей, лабрадоров и овчарок. Пес должен быть здоровым, с отменным нюхом и устойчивой психикой. То есть не бояться крика, выстрелов и взрывов. И только те животные, которые проходят жесткий кастинг, могут приступить к тренировкам. Прохождение полосы препятствий дело, конечно, полезное. Но основная задача кинолога – помочь собаке запомнить запах наркотиков. У меня в руках банка с веществом, которое имитирует героин. И сейчас мы проверим, сможет ли Рэй найти запрещенное вещество. Его я спрячу в автобус. Саму банку за дверьми не видно. Поэтому псу придется полагаться только на свой нюх. По команде Евгения Рэй приступает к поиску. Он тщательно обнюхивает каждую машину и буквально через минуту добирается до автобуса с героином. Покажи, покажи мне, покажи. Хорошо. Покажи, 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 покажи. Хорошо. Служить родине собака может 8 лет. Затем она проходит специальную комиссию. Если со здоровьем пса все в порядке, ветеринары дают добро еще на 2 года службы. Но дополнительное время получают не все животные. После того, как собака признана комиссией негодной для службы, мы предоставляем нашим сотрудникам управления право забрать это животное к себе, как говорится, на заслуженный отдых, где он также дальше продолжает жить, только уже в гражданской жизни, охраняет, к примеру, дом, дачи. Медкомиссия Урея будет через год, но Евгений уверен, что пес еще останется на службе. Кстати, на заслуженный отдых овчарка уйдет вместе со своим хозяином. Но до пенсии еще далеко, а значит, пора ехать на очередной вызов. Андрей Секретарев, Денис Акулов, Кубань-24, Краснодар. Международная эстафета 70-летия Победы отправилась из Сочи в Абхазию. Памятный митинг в честь передачи символов победы над фашистской Германией состоялся сегодня на мемориале курорта «Подвиг во имя жизни». На площади собрались сотни людей – ветераны, пограничники, представители власти и школьники. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Кубок Победы и памятный вымпел приняли два дня назад. Сочи, известный в годы войны как город-госпиталь, стал последним городом Кубани, принявшим эстафету. Эстафета, я считаю, очень символична и нужна, так как в наше непростое время, в первую очередь, она символизирует единство. Сегодня мы можем отдать дань памяти, совершив передачу этой эстафеты, вспомнить наших предков, дедов, прадедов. Штандарты Кубок сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю передали российским пограничникам в Абхазию. Всего же эстафета 70-летия Победы преодолеет свыше 60 тысяч километров. Напомню, в этом году она стартовала одновременно в двух городах, российском Мурманске и белорусском Бресте. Памятный пробег проходит вдоль государственных границ девяти стран СНГ. В Краснодарском крае символы Победы над фашистской Германией побывали на Таманском полуострове, в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Сочи. Завершится эстафета 28 мая в Москве. А участники конкурса «Песни Победы» сегодня приехали на Кубань-24. Здесь для них провели мастер-класс профессиональные музыканты и актеры. Наш телеканал – организатор проекта, поэтому именно тут конкурсанты готовятся к полуфиналу. Он пройдет 7 апреля в Краснодаре. Наставники помогали каждому выбрать песню, продумывали образы исполнителей, прически, наряды. Кому-то лучше спеть в классическом костюме, кто-то обязательно должен одеться в стиле ретро. Но самое главное для участников – советы по вокалу и сценическому мастерству. Профессионалы указывали участникам на ошибки и подсказывали, как их исправить, чтобы на праздничном концерте каждый зритель как будто сам побывал на линии огня. В этой песне отражаются сразу несколько картин, и нужно прочувствовать ее в разных образах. То есть первая часть песни очень суровая, ты действительно находишься на фронте, вот это нужно все испытать и прочувствовать. А вторая часть, она более лиричная – воспоминания девушки о своем любимом, о том, как они вместе. В конкурсе участвуют только любители старше 16 лет. Отборочные туры уже состоялись в Краснодаре, Геленджике, Туапсе, Станице Павловской и Армавире. Как прошел этап конкурса в этом городе, зрители телеканала смогут увидеться в эфире в пятницу в 12.30. Финалисты, их будет всего 12, выступят на голоконцерте, который пройдет в кровью столицы накануне праздника Победы. В Сочи туристический бум. За первую весеннюю неделю курорт посетили 30 тысяч человек. Загрузка отелей составила более 70%. Кроме того, самым большим спросом пользовались гранолыжные курорты. В горах все еще лежит снег. Самый большой наплыв гостей Олимпийская столица пережила в минувшие праздничные выходные. Для женщин устраивали конкурсы и развлекательные программы. Что такое селфи, люстрация, стагнация и с чем все это едят? Яндекс выяснил, какие слова были непонятны краснодарцам в прошлом году. Первое место занял как раз автопортрет на фотокамеру. Иначе говоря, селфи. Интересовались также популярные аббревиатуры ИМХО, которая часто заменяет выражение «по моему скромному мнению». В целом 95% всех запросов связаны с повседневной жизнью, учебой и развлечениями. Свой словарный запас жители краевой столицы пополняли за счет терминов из новостей. Так, в январе 2014 в поисковой строке чаще всего забивали Киевскую площадь протестов Майдан. В апреле узнавали подробнее о парламентской ассамблее Совета Европы, сокращенно ПАСЭ. В августе черпали из всемирной сети информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета, известном как СНИЛС. А декабрь стал месяцем экономических открытий. Краснодарцев интересовало снижение курса национальной валюты, то есть девальвация, а также так называемое оздоровление финансовых учреждений, санация банков. Поболеть только с документов. Предъявлять паспорт теперь обяжут всех спортивных болельщиков. Кабинет министров России поддержал данный законопроект. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит дисциплинировать болельщиков и избежать нарушения правопорядка на стадионах и в залах. Поправки вступят в силу через полгода после официального опубликования. Это время нужно для создания системы, с помощью которой будут идентифицировать личности тех, кто покупает билеты на спортивные соревнования. Но пока без паспорта болельщиков пускали на соревнования по керлингу. Жаркая борьба разыгралась на Олимпийском льду. В Сочи команда керлингистов спорит за право представлять Россию на чемпионате мира. На арене Ледяной Куб проходит финальная встреча Суперкубка Дабл Микс 2015. Отборочные соревнования на финальный матч прошли среди четырех команд. Сильнейшими оказались представители сборной России. Пары Дрон Моисеева из Санкт-Петербурга и команда Краснодарского края Кутузов-Жаркова. Абсолютно равные шансы. В первичном соревновании, которое два дня длится, команды выиграли друг у друга по одному разу. И на предварительной подготовке. Команды очень хорошо подготовлены и решат мелочи. В прошлом году наши керлингисты дошли лишь до одной четвертой финала. Но на домашнем чемпионате этой весной обе команды, вышедшие в финал по итогам отборочного тура, настроены только на победу. Напомню, чемпионат мира в дабл-миксте по керлингу стартует в Сочи уже на следующей неделе. И еще о спорте далее расскажет Мария Фалькова. Будет также прогноз погоды на завтра. Мы увидимся в 21.30. Пусть все у вас будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!